Сегодня в столичном Акимате поздравляли воспитанникам военно-патриотического клуба Жасулан, которые стали одними из лучших на международном форуме в Армении. Ребята завоевали 45 медалей высшего достоинства в сложных дисциплинах. Подробнее в следующем материале. 45 медалей высшего достоинства завоевали воспитанники военно-патриотических клубов столицы на прошедших соревнованиях в Армении по линии ШОС. В составе казахстанской делегации, прибывшей в город Сахкадзор, были ученики колледжей и кадетских школ Астаны, которые в этом году стали лучшими на республиканском смотре Айбын в городе Спаск. Ребятам предстояло проявить умения в таких дисциплинах военно-прикладного искусства, как бег, стрельба, метание ножа, плавание и преодоление горных препятствий. Победители и наставников в торжественной обстановке сегодня чествовали в городском Акимате. Участие в международном форуме «Наследники Победы» приняли команды из 12 государств. Интернациональные взвода, куда вошли представители Казахстана, показали самые лучшие результаты и были по достоинству оценены наблюдательной комиссией. Помимо 11 золотых, 19 серебряных и 15 бронзовых медалей, воспитанники военно-патриотических клубов были удостоены Кубка «Воля к победе». Глава государства уделяет очень большое внимание военно-патриотическому воспитанию. Одним из основных направлений патриотического воспитания является военно-патриотическое воспитание. Почему? Потому что на сегодняшний день понятие «независимость государства» – это очень актуальная тема. Поэтому военно-патриотическое воспитание среди молодежи играет очень большую роль. Представители управления образования поделились, что в будущем подобные соревнования будут проходить регулярно и при поддержке властей города. В частности, Акимат столицы планирует выделить из местного бюджета полтора миллиона тенге на конкурс Айбин.